Привет, народ, и мы играем в Rainbow Six Siege. Извините за задержку, я знаю, что игра была доступна немножко раньше, так сказать, уже где-то в конце 31-го числа, или 30-го, сколько это именно, ребят, я потерял в счёт времени, я был в Москве на этом, на фестивале Гомоноид, и мне, кстати, дали кубок и крутые новые наушники, которые немножко непривычные, честно говоря, они хорошие, но мне как платроник, честно говоря, больше нравится, что эта шумоизоляция немножко, ну, непривычно, просто слышишь свой голос, как будто тебя запили в какой-то пыточной камере с бабками, у которых, которые голые, и как бы это очень стрёмно. Ладно, давайте перейдём к игре, здесь всё-таки есть одиночный режим, который, ну, для тренировки сделан, знаете, мне кажется, сюжетку, если бы сделали, я был больше доволен, мне бы это больше понравилось, и, кстати говоря, вы любите Женеву Винтернайт, меня, кстати, просили поиграть, и Dragon Age Origins, Dragon Age Origins, кстати, офигенная игра, я помню, я играл в него часов 80, и, знаете, там, кусочек игры в башне магов, это вообще как отдельный мир, ты просто играешь, и ты, вот, часов там 8-10, этот квест, понимаете, один квест 8-10 часов длится, это же, в общем, Dragon Age Origins, это, считаю, лучше, вообще, именно RPG, которую я видел, такая, знаете, я имею в виду от третьего лица, не изометрическая, а именно вот от третьего лица, это, можно сказать, лучшее RPG, из-за того, что один квест, один кусочек, даже не квест, а кусочек основного квеста идёт 8 часов, 8-10 часов, и, когда ты выходишь из этой башни, вообще, просто забываешь о том, что мир существует, ты погружаешься вот в этот один, одну вселенную, в общем, к чему это я? Есть такой канал, Light Anthesia, и ссылка находится в описании, она сейчас проходит Dragon Age Origins, и Neo Winter Knights, если вам интересно, можете зайти, ссылка в описании, она вас ждёт, что же, переступим к операциям, Базон, что у нас здесь? Профпригодность, установите группу противника, и здесь даются награды, убейте двух врагов свой, блин, как Assassin's Creed, выполни доп. задание, получи шоколадку, я шоколадку люблю, так что я выполню, всё, а что вы меня попросите? Выполнить задачу, менее-менее, хорошо, хорошо слышите, что выстрел в голову, да блин, я, я только в голову и стреляю, я вообще не считаю за убийство, если я попал не в голову, шутка, шутка, не, на самом деле, обычный, обычный, ребят. Профпригодность, Хэрифорд, Англия. Лучше я буду читать, наверное. Читать лучше. Отправляйте штаб СААС, вы получите первое задание, уничтожение вражеской группы. Как-то так. Оправедник обязан провести тщательную разведку для обнаружения источников угрозы и цели задания. Для зачистки будьте предельно внимательны. Учтите, ваш потенок прекрасно подготовлен и располагает отменным снаряжением. Стандартного навыка обращения с оружием и умения использования окружения для решения задач должно быть достаточно. Не трезвуйте угрозу любой ценой. Так, убить всех, хорошо, погнали. Я здесь один, ребят, если что, то есть это не... Мы же не по манекенам стреляем, не говорите мне, что я стреляю по манекенам, иначе... О, слава угани по манекенам, я просто... Не знаю, как-то меня сбило с толку, что я увидел манекена. Так-то. У меня есть очень нездоровая привычка дергать перезарядку. Знаете, дергать за магазин. Я думаю... Я думаю, это как-то связано с... Я думаю, тут есть определенная связь с анонизмом. Когда ты, знаешь, постоянно перезаряжаешься. Блин, он, по-моему, гранатку в меня кинул. Да. Естественно, это очень неосмотрительное поведение у меня сейчас, ребят. Ну, вы сами видите. Почему ты не отклоняешься? Я вроде как... Я вроде как делал... Отклоняю... Чисто. Чисто-чисто. Чтобы было чисто, ребята, нужно использовать доместос. Посмотрим. Похоже... Знаете, похоже на то, где я... Где я сейчас нахожусь. Такие же тут лестницы и... Так же стрёмно выглядят многие места. Чёрт! Знаете, неожиданно они выскочили... Уф, я не осыдал от вас. Я не... Идёт повтор. А, это их... Это с их стороны. Понятно. Они просто вырвались. Знаете, я не ожидал. Правда. Битву используя прицел. Сэши-4 быстро. Повторим. Давайте повтор, ребят. Давайте попробуем идти по другому пути. Давайте попробуем здесь. Чёрт. Нельзя пройти. Я просто думал обойти с другой стороны, но... Попробуем без прицела. Мне кажется, даже лучше получилось. Да. Я его даже не видел, ребята. Я видел, как... Я видел, как какой-то Каспер прошмыгнул. Да, это игра хаткорна. Не, ну это так и должно быть, на самом деле. А тут нельзя заранее вынести им дверь? Чёрт тебя! Они просто сферят. Попытка номер 3. Я понизу сложность до лёгкой. Просто посмотрите, что из этого получится. Следующую миссию возьмём на нормальный. Да, они начинают заметно притормаживать в своём развитии, скажем так. Не показываются. Да, наверное, у нас не намного медленнее. А4-элиминирован. Я должен сказать, искусственный интеллект, вот, мне кажется... Я не знаю, что они с ним сделали, но даже на лёгком бы с ним... Он... Не знаю, понимаете ли вы динамичность, понимаете, что они действуют очень быстро и очень, так знаете, резко. Резко, быстро, как пули. И да, кстати, все три выполнены. Следующая операция... Нет, следующее я не хочу. Я хочу сложность выбрать. Ну, ребят, пишите в комментариях свои первые впечатления, вот, как вам кажется. Как, так сказать, игра выглядит в минимум покоя. Крыть за ножку, держим вдоль. Мне нравится. Я должен сказать, очень быстро, динамично. И, в общем, всё как надо. Я считаю, игра сделана просто на отлично. Конечно же, это сетевая игра. И то, что мы видим, это всё, так сказать, это большая такая прелюдия из 10 миссий. Но даже эта прелюдия уже чего-то достает. Реально, ну, почему не сделали сюжетку? Я бы хотел увидеть сюжет, где я играю за оперативника, который спасает милых дам, не милых дам, детей, стариков, котиков. Знаете, если бы здесь была миссия с котиком, я думаю, эта игра получила самые позитивные оценки. Не от меня, не от... Я же ноунейм. Я имею в виду от критиков. Что же, миссия мнимый покой. Давайте попробуем. Так, обычный уровень сложности. Мнимый покой, Лос-Анджелес, США. Если ваша задача эвакуировать цель, медлить нельзя. Какой-то в укреплённое помещение действует противно, иначе не успеешь вывести со внушения. Для проникновения создавай брешь, чтобы строительство не навести вред гражданскому. Проверный изряд позволяет получать тактическое преимущество в устреме противника и спасти цель. Уведите заложника, обеспечьте за счет цели, идите к точке эвакуации и устраните всех, которые с ней будут помешать вам. Удачи. Как-то так. Хорошо, эвакуация, погнали. Постойте, у нас теперь есть, вроде как, полный набор? Нет. Восемь это... Машинка. То, что нужно. Знаете, классический такой американский домик. Поехали, поехали через подвал, я это помню отлично. Ну, хотя, постойте, да, это же боты, они все будут сидеть здесь. Снизенького поместить. А, заново выключиться нельзя, значит? А, ну, в сетевой игре, по-моему, можно заново отключаться без выбрасывания машинки. Хорошо, все понятно. Давайте отметим остальных врагов. Тут смысл в том, что чем больше врагов вы отметите, тем меньше шансов, что вы получите пару пуль в голову. Хорошо, здесь никого нет. Это идея с машинкой, кстати, я считаю просто гениально, потому что... Ну, нет, не просто идея с машинкой, это реально существующая тактика. Причем, знаете, это круто, ты можешь погнать машинкой вперед, знать, где твои враги, и это многое облегчит. Причем, идти напролом, ты не знаешь, кто где есть, и... Еще один петушок. Правда, эти точки не динамичные, что, опять же, логично, потому что... Если бы ты смог отслеживать, где находится твой враг, это было бы читерство. Итак. Что-то врагов не видно. Сейчас подставляю такая очередь, и... Та-да-да, машинки нет. Да, ребят, я сейчас нахожусь... У-у-у, враг. Нет дома, я нахожусь у родителей, и... Просто мне нужно сделать бумажную работу, типа смены паспорта, потому что... Ваш верный слуга уже постарел, ему 20 лет, 20 лет меняют паспорт, и все такое. Все хорошо, еще один. Ну, это мы достаточно отмечали, может быть, есть, скорее всего, есть еще. Нам этого хватит. Их 100% больше трех. Я на самом верхнем этаже не был, но меня вполне устроит. Слушаем. На этом этаже их много, я думаю, лучший вариант. Я хотел пастаться. Черт. Пастаться. Пастаться. Лишь бы они его не убили Я слышал что-то, типа Вводите заложника в подвал Тут кто-то есть Пусть они хэдшот, но Я, кстати, не прочел доп. задания Доп. условия выполнения Тихо Тихо Как нельзя посмотреть под Ага, ти Меди Машинка Разворачиваем заряд Фух, лишь бы не убить Лишь бы не убить Мне кажется, сейчас подмог Они, наверное, попытаются снизу пройти Но один тут точно есть Чисто Чисто-чисто Хорошо Хорошо-хорошо Кажется, мы справляемся Готово 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 Проверить территорию Тем, как выводить заложника На самом деле Как раз, видите У меня был теплый прием Первый хит Первый задели Отлично Держимся Вроде чисто Ну ладно Не будем Тянуть кота За Хвостик Будем быстро 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 Да, в реальной жизни В реальной жизни Я был же мертв В реальной жизни Я бы не делал это один Скорее всего Бить одного ослепленного врага Ну да Я, так сказать Не выполнил все условия Я просто забыл даже Прочесть ее Вашем данном противник Хочет взорвать важный объект Постарайтесь, что будет безопасно В точку хода Разбежать бои с противником Добраться до заряда В кратчайшие сроки Кудуарет Мы играем за французов Чтобы сэкономить драгоценное время Повторяйте найти Применение канатория На стену ключевой точки Начинайте от вешения взрывного устройства Вам дали Деактиватор Его следует Стоить возле заряда Держите оборону До завершения Работа на активатор Продолжение следует Продолжение следует Мы не можем Конца И да Вообще Мы же в принципе Можем выкинуть Выкинуть Отличнейшее устройство Знаете С машинками Больше нравится их Уничтожать Раз Кто-то прошел Уничтожать эти машинки Раз И Ездить с ними Два Я один раз Знаете Нарвался в сетевой игре Ковбетку еще играл На целую тонну машинок Просто там 4 машинки Ехали друг за другом Я их всех перестрелял Обычно Знаете Даже в мультиплеере Бывает Что твои соперники Видят себя крайне тупо И машинки Вообще В лицо не видят Хотя Когда ты уже играешь И видишь эти машинки Когда ты играешь За группу Так сказать Удержания Помещения Так Они здесь уже перемещаются Не заметить их Очень трудно Хотя Я удивляюсь Ну в общем Бывает что люди Просто не смотрят Так Потому что они даже шумят Еще можешь Заезжать под диван Вот Знаете Вот так Все Ты неуязвим Даже в сетевой игре Извиняюсь Извиняюсь ребят Перки Того что живешь Живешь не один В данный момент Так Давайте взорвем Отлично Я знаете Можно как Встрекающий манер Сейчас взорвать Эту дверь А зайти в другую То есть Они будут думать Ага Он пройдет тут А ты такой А нет Я пройду там Мне кажется Отличный план Мы же можем Где угодно Кот-де-вар Прикольно Знаете Окружение проработано Да Кот-де-вар Там гает на французском Соответственно Играем за гиган Сами пройдем здесь Хотя Тут где-то можно Через окно пройти Хотя Отлично Раскочили И отвлекающий маневр Кстати У этих новых Научников Очень даже Хорошие звуки Они уже знают Где Захкнет оружие С глушителем Мне кажется В спецоперациях Должен быть глушитель Сто процентов Я вообще часто Играю в игры Вот именно с глушителем Потому что Ты можешь быть Тихим Дерзким Резким Все такое Бомба там Черт тебе Не ожидал Что не все Тут вокруг Бомбы толпятся Нет я Это логично Конечно Но Блин Надо бы просто Поставить заряд Я просто боялся Бомбу повредить Зарядом Я там такой Знаете Ноги Протянул Выполнить задачу Имеем Имеем Пятидесят очков Стою Не дайте Вругу добраться Вчера Я не успеваю Читать Ладно Сейчас Надо выходить Сразу В главное Меню Начинать Оттуда Задание Попробуем Попробуем Заход номер два Ребята Давайте Не будем Уже их Отмечать Я примерно Ну Они перемещаются Так что Отмечать Их Смысл Много Нету На самом деле Даже Мало Войдем Здесь Сейчас Затек Можно Войти Все Прозрачное Можно Войти За освещение Ничего Не видно Но это Реалистично Знаете Когда у тебя Солнце Блин Плюс Тридцать Снаружи И ты Пытаешься Войти В здание В котором Вообще Свет Не горит То Примерно Так Вот И Будет Попробуем Через крышу Ребят Займемся Руфингом Вентилятор Я вот не знаю Где здесь Можно пробить Крышу Может быть Здесь Давайте Попробуем Эм Разуршит Блин Ну почему Все так Плохо А как Разрушаемость Реализм Нет Вы не Слышали Атаку Атаку Нет Что За Отстой Чисто Окно Не полезу Пойдем Медленно Главное Слушать Ребятки Главное Слушать Я что-то Слышал Внизу Но по-моему Это радио А вы предсказуемы Видимо Они действуют По скрипту Я уже думал Они думать Научились Это двойной Что ли Куда Это был Двойной Еще одна Наука Никогда не прячьтесь За спиной У товарища Это может плохо Кончиться Для товарища И для вас Знаете Играя в такие Тактические шутеры Ты много мучаешься Если я по скайпу Если проводить тактику Тут можно очень Много добиться На самом деле В мультиплеере Часто Тактики Очень мало Ну как и в любом Любой игре Часто люди Заходят не со скайпами А знаете Чисто По фану И естественно Естественно Стиль игры Меняется И все такое Чисто Чисто хотел мой комп разбить мой мс хотел развить вот же говнюки никому не позволю бить мой комп ребята никто не хотят вы знаете военный комп да это в компании было проще успели 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 дайте врагу ну да немножечко мы конечно же дали маху позволили прикоснуться священному граалю но ничего ничего мы справились что живет спасибо за просмотр увидимся мы в следующей следующей серии 5 там выйдет как можно скорее на весь интернет меня не подведет ну хотя этот раз подвести не должен привести может сосед чем интернетом я пользуюсь просто он может начать скачивать какой-нибудь гей-порно и конечно же тогда моя загрузка немножко зависит так что да вот так вот спасибо за просмотр и до следующей серии пока ребята